Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Холода и морозы. Как на севере страны готовятся к зиме? Этот вопрос обсудили на заседании Акимата. Продолжают закрываться. Зерноперерабатывающие предприятия региона испытывают не лучшие времена. Почему и как это исправить? Редкое, но очень важное чувство. Отечественные аналитики решили узнать, насколько счастливы казахстанцы. Рискуют не успеть подготовиться к приходу холодов. В Мамлюцком и Акжарском районах запаздывают с приведением в порядок внутренних систем отопления. В последнем некоторые котельные до сих пор находятся внутри объектов образования. Это обсудили на заседании областного Акимата. Хватает забот с подготовкой к осени, зиме и в Петропавловске. Глава региона сделал замечание Акиму города за медленную организацию работы по промывке, опрессовке систем отопления многоэтажек. Все подробности далее. На Петропавловской ТЭЦ-2 закончен ремонт 4 котлов из 12 и 5 турбин из 7. В плановом ремонте находятся 5 котлов и 1 турбина. АО «СК РЭК» выполнен ремонт 356 километров из 953 сетей электроснабжения и 48 подстанций из 94. ТО «Петропавловские тепловые сети». На сегодняшний день выполнен ремонт 8,4 километров тепловых сетей из запланированных 114,2 километра. Выполнена изоляция 1,6 километров из 4 километров трубопроводов. В общем, к зиме активно готовятся все организации, которые несут ответственность за то, чтобы в домах сверхказахстанцев с приходом холодов было тепло. Но в случае с областным центром, рассказал городоначальник, речь идет о 70-процентном износе 230 километров тепловых сетей. Несмотря на постоянный ремонт и большие финансовые вложения привести в порядок, большую их часть пока не удалось. С 2019 года как по электрическим, так и по тепловым сетям проводим процедуру передачи в доверительное управление своих сетей. Если конкретно под тепловым сетям, мы порядка 10 километров уже передали, это 131 объект. Эту инициативу глава региона поддержал. Еще сделал Булату Жумабеку замечание по поводу медленной подготовки городских многоэтажек к зиме. Из 1106 жилых домов промывку и опрессовку сделали чуть больше половины. Чтобы помочь Акиму города, Купар Аксакалов лично обратился к жителям областного центра. Нужно понимать важность и серьезность проблем, которые могут возникнуть зимой. Могут возникнуть в случае того, что если вовремя сейчас, пока есть время и возможность провести подготовку соответствующую. Возвращаясь и закрывая тему ремонтов и реконструкций, связанных с отопительной системой и другими важными коммуникациями, Акимобласти отметил, что действовать нужно на перспективу, то есть учитывая строящиеся объекты, развивающиеся микрорайоны Петропавловска. В текущем году проведена реконструкция тепловых камер и магистрального трубопровода по улицам Пионерская и Пушкина. Это обеспечит бесперебойным теплооснабжением строящиеся объекты нашего университета, а также повысит качество теплоснабжения 72 тысяч абонентов, расположенных в этом районе. Для обеспечения теплом жильцов нового микрорайона и близлежащего поселка Барки вместо двух тепломагистралей проложим одну магистраль диаметром 600 мм. Сделано это будет в микрорайоне Орман, а за счет строительства магистрали на улице Промышленной и Жуково а тепло после открытия будет в новой многопрофильной больнице. Еще комфортнее в сезонных холодов себя начнут чувствовать жители северной части Петропавловска, объяснил глава региона. Чего нельзя с уверенностью сказать о бакжарцах. Этот район, как и Мамлюцкий, по подготовке внутренней системы отопления отстал сильнее своих соседей. Если Владислав Лукин хотя бы знает, что к 10 сентября 4 дома в его районе подключатся к центральному отоплению, то Канат Калий в датах, когда он сможет рассказать о результатах своей работы, совсем не уверен. Проводится работа по подведению теплотрации в центральной костерной. По подрядчику полпитам обязанности завершить работу к 10 августа, но на следующий день графика остается именно по электросетям и установке трансформатора. По остальным вопросам мы работу проводим и к концу сентября надеемся, что эту работу мы завершим. Каким они должно быть, надеемся, когда касается вопроса тепла, должно быть четкое выполнение в срок. Вынос котельных по объектам образования Акжарского еще пока настораживает. Единственный район остался, кто до конца эту работу не выполнил. Рано или поздно, но выполнить придется, а еще проконтролировать строительство новых котельных. В некоторых районах их уже сдали. В Салмальколе в этом году мы завершаем строительство новой центральной котели. В селах Архбалык тоже котельную завершили. Тальщики, поселок Петальщик тоже завершили. Также в этом году мы запланировали строительство новой котельной в селе Новоишинское. В двух районах запланирована сдача двух домов. Это 50-квартирный дом в селе Новоишинское и 30-квартирный в Мамлюдке. И снова выход Владислава Лукина. Строительство дома затягивается, объяснил глава Мамлюдского района. Правда, подрядчик обещал ему, что все отставания нагонят. Это же может произойти не со сроками сдачи некоторых объектов, а с ценами на уголь. Есть те, кому накрутка стоимости на черное топливо на руку, поэтому за ними до прихода зимы нужно внимательно следить, отметил Кумар Аксакалов. Кстати, в этом году больше двух тысяч сельчан, которые живут в многоэтажках, морозы встретят в тепле. Без заботы о покупке дров и угля. И волокиты с ними. Это касается и тех, кто делает выбор в пользу экологичного отопления. С помощью биокотлов северный регион уже сэкономил 261 миллион тенге. Работа по их установке продолжится и в этом году. Дарья Пашмын, с вами Михаил Казначеев. Новости МТРК. Премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить соблюдение ограничительных мер и масочного режима в Казахстане. Он поручил держать эпидситуационный контроль во всех регионах. Для этого следует активизировать работу мониторинговых групп, считает премьер. Нарушители, по его мнению, должны быть привлечены к ответственности. Также на заседании правительства Аскар Мамин отметил, что количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе АШИК, постоянно увеличивается. Их стало в 5 раз больше, то есть с 21 тысячи до 101. И как резюмировал пример, цитирую, это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения АШИК. Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 миллиона человек первым компонентом. Вторым компонентом привито около 4,5 миллионов человек. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации. Особенно этот вопрос должны взять под контроль Акимы Западноказахстанской, Мангестаусской и Атыраусской областей. И обеспечить исполнение плана вакцинации в августе текущего года. Другим новостям. Делегация из Костанайской области посетила Северный Казахстан с рабочим визитом. Побывала в хозяйствах Акаинского района, а также посмотрела урожай на полях. Первым пунктом программы гостей стала молочно-товарная ферма ТО «Казалжарсуд». Там кастанайцы пообщались со специалистами и ознакомились с технологиями, которые сегодня применяют наши фермеры. Репортаж Гузель, Закарья. Следующий пункт гостей из Костаная – молочно-товарная ферма Ивана Зенченко. Здесь приезжие ознакомились с комплексом, который вступил в работу в начале 2020-го. Удой одной буренки за сутки здесь составляет 30 литров. Трутится на высокотехнологичной ферме всего 35 человек, в том числе и 4 ветеринара. Кормят животных два раза в день. В их рацион входит все необходимое. Рацион у нас полно рационный. Значит, у нас здесь смесь состоит из силоса, сенажа, сенаж у нас люцерновый, сено. Сено у нас, доник свой, ну, вообще все свое. Корма у нас все свои, кроме добавок. Добавки мы покупаем минералку, минеральный витаминный состав. И компания у нас здесь есть, компания «Мустан», которая нас также сопровождает. Она делает нам рационы, проверяет на питательность, на качество и количество вообще всего корма. Показали гостям и доильные аппараты. Молочная ферма полностью автоматизирована. Внедрены самые передовые цифровые технологии. Все это позволяет производить 30 тонн продукта в день. Его, к слову, в изобилии, говорят на ферме. Поэтому здесь телят не лишают материнского молока. Потому что сементалы, они очень чувствительно относятся к заменному молоку. Бывает у них и вздутие. Все остальное мы вот взяли свое молоко, пастеризуем и выпаем телят. Всего на ферме содержится 2600 голов крупного рогатого скота сементайской породы. Из них порядка 800 телятам. Выращивают их холодным методом в отдельном коровнике. Теленка проверяют, чтобы он весь высох. Подмышки проверяют, проверяют, пупок обрабатывают. Все, теленок высох, переносит его сюда. Холодно, тепло, все идет сюда. Все зимой так же они здесь содержатся. До двух месяцев. Максимум до двух месяцев. Потом они переводятся в групповое содержание в телятник. Представителей соседнего региона удивило хозяйство Ивана Зенченко. Особенно технологическая оснащенность производства нулевого цикла. Заметный интерес молочная ферма вызвала у Григоря Капанадзе. У него самого сейчас идет стройка собственного крестьянского хозяйства. Мужчина уже закупил 50 коров из Австрии. И эта командировка помогла уточнить все детали производства. Поездка, я говорю, это полезно. Получили большой опыт и выдали своими глазами. Это действительно надо принять вот это то, что они работают, то, что много работы сделано. Для опыта дальше это хороший урок. Всего из Кустанайской области приехали 13 человек. Среди них и три Акима районов, акционеры, руководители управления сельского хозяйства и земельных отношений, а также его замы. Основную же часть гостей составляли предприниматели, цель которых – обмен опытом в сфере животноводства и растеневодства, налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества. Мы знаем, что Северо-Казахстанская область очень активно в этом направлении работает. За последние пару лет мы делали анализ. Порядка 13 МТФ современных было здесь построено. Поэтому мы хотели своими глазами посмотреть на фермы, посмотреть на коллег и специально привезли Акимов районов и руководителей потенциальных сельхозпредприятий, которые у нас в области нанереваются в ближайшее будущее строительство молочно-товарных ферм. А это уже посевные поля другого активного предпринимателя и мецената региона Биржана Шамерденова. По приезде здесь шла уборка кукурузного поля, которую завершат в течение 10 дней. Также кустанайцы ознакомились с сортами посевов, методикой выращивания и техникой. Кормо-уборщины комбайн класс. Ягварь 840, мощность 380 лошадиных сил, захват жадкий 6 метров. Особенность его в том, что у него есть емкость для закваски. По пути делегация посетила село Даиндык. Там Биржан Шамерденов выступил перед гостями. Рассказал, что помимо хозяйства нужно заниматься и социальной сферой. Когда он вернулся с учебы, то в Даиндыке насчитывалось всего 24 дома. А сейчас их здесь, благодаря вложениям предпринимателя, в три раза больше. Мы снесли старые и построили новые дома. Первым делом построили медицинский пункт. Затем садик, мечеть, детские площадки, отремонтировали школу и клуб. Все для сельчан. И воду, и тепло провели. Дороги привели в порядок, чтобы дети могли на роликах до самой школы кататься. Все эти объекты своими глазами увидели делегаты. Вошли во внутрь школы, взглянули на новый спортивный зал. Далее все отправились на молочно-товарную ферму в селе Ленинском. В апреле 2019-го туда завезли буренок из Австрии. А полностью комплекс на сколько поголовье? Полностью комплекс на 1200. И сколько у вас здесь работников работает, обслуживает? В общем, 30 человек. Это специалисты здесь. Фермер Данияр Мирасов отметил активное участие местных сельхозпроизводителей в жизни сел. Сам он занимается как и посевом полей, так и животноводством. Уже сейчас у него два крестьянских хозяйства. Молодой предприниматель уверен, что эта поездка будет полезной. Для дальнейшего наращивания производства мы планируем строить современные молочно-товарные фермы более мощности тысячи голов племенного КРС. И, безусловно, сегодня наш визит, на самом деле, очень важен для того, чтобы поговорить и подобрать для себя ту технологию, которую и внедрить в себя на хозяйстве. Побывав на полях и молочных фермах, гости могли получить ответы на интересующие их вопросы. А также перенять опыт строительства молочных комплексов. На сегодня в нашей области проводится большая работа с приходом Акима Северо-Костанской области Кумары Ильгибаевичем. Начиная с 2018 года построено 12 молочно-товарных ферм. В текущем году 16 молочно-товарных ферм строятся. Из них будет введено в эксплуатацию 10. Гостям из других регионов в нашей области всегда рады. В дальнейшем планируют распахнуть свои двери и для других. Гизель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК. Зерноперерабатывающие предприятия взывают о помощи. Большинство из них закрываются, а специалисты теряют рабочие места. Причины проблемы и варианты ее решения обсудили в Палате предпринимателей. Сельхозтоваропроизводители и переработчики выдвинули свои предложения. Подробности у Дианы Салиховой. У нас еще есть время исправить ситуацию. С этими словами выступила представитель Союза зерноперереработчиков по СКО Таисия Коллегова. Дело в том, что цены на сырье повысились. Если раньше в Айртаусском районе стоимость тонны сена составляла 8 тысяч в тенге, то сейчас все 15 тысяч. В Кызылжарском она увеличилась на 20%, а в Таиншинском районе почти в два раза. Специалисты утверждают, что есть вероятность возникновения дефицита кормов. На данный момент мы столкнулись с такой проблемой, как внесение отрубей в список квотированных товаров и ограничение экспорта данного товара. Нас немножко поставило ступор такое решение, так как на совещании комиссии МВК данный товар не был включен в список. А позже задним числом без обсуждения эту директиву спустили уже по всем ведомствам. Ежегодно в области получают более 5 миллионов тонн зерна. В этом году аграрии региона зерновые культуры посеяли на площади 3 миллиона гектаров, масличные 0,9 миллиона, кормовые 344 тысячи гектаров. Если задача правительства состоит в том, чтобы сдерживать цены на рост кормов, продуктов питания, то нужно решать бороться не с последствиями, а с причиной. Причина состоит в том, что высокий рост цены на сырье, дорогое сырье, дорогие продукты переработки. Поэтому для того, чтобы стабилизировать цены, необходимо снизить цены на сырье, так как поступили в Российской Федерации. То есть сбили шапку маржинальности путем применения экспортных таможенных пошлин, при этом не ограничивая экспорт. По стране работает около 170 перерабатывающих предприятий и 100 мельниц. Три из них в нашей области. Генеральный директор одного из таких мукомольных комбинатов Исаала Хьяров поддерживает решение ввести госпошлины на экспорт. С увеличением цен на сырье он потерял 80% своих работников. Уже год предприятие находится в трудном положении. На сегодняшний день в северном Казахстане практически нет отходов, нет отрыбей. Это все результат того, что вся зерна ушла на экспорт. Сегодня очень выгодно вывезти зерно, не платя экспортной пошлине. Зерно отходы, которые наши односельчане его ждут. А практически последнее время, не только последнее время, ни на складах, ни у кого нет отходов. Они уже свои подсобные хозяйства начали резать, еще зима не пришла. Они элементарный курей не может держать. Посмотрите хлеб, насколько поднялась. Мы же хлебный стран. У нас же в округе везде хлеба. Это даже стидно, когда у нас хлеб растет цена. Перерабатывающие предприятия закрываются или работают лишь на 10%. Жилищную реформу продолжают обсуждать в Петропавловце. Напомню, что со следующего года КСК, которым привыкли большинство горожан, перестанут существовать. Им на смену придут объединения собственников имущества. Правда, североказахстанцы будущую перемену пока воспринимают неоднозначно. Почему и какая от нее может быть польза, расскажем прямо сейчас. Сейчас дом по адресу Лесная Триа можно смело назвать одним из образцово-показательных. Здесь спокойно, уютно и чисто. До 2019 года проблем в многоэтажке хватало. А предыдущий председатель КСК не был заинтересован в их решении, рассказала Ольга Коновалова. Дом был в плачевном состоянии, ужасном просто, можно сказать. В подвал без сапог и респиратора нельзя было зайти. Но вот за это время мы немножко подтянули работы, провели работы в подвале. Чтобы не быть голословной, Ольга Коновалова показала нашей съемочной группе, как подвал дома за порядком, в котором она следит, выглядит сейчас. Никакой сырости и даже малейшего намека на то, что здесь когда-то был беспорядок. К отопительному сезону дом практически готов. Промывку и опрессовку сделали вчера, осталось получить паспорт готовности. Это одна из текущих задач, а та, что пока относится к планам на перспективу, связана с переходом многоэтажки от привычной системы управления домом к объединению собственников имущества. Единственный плюс, это знаете, что будет юридическая компания, что можно будет на должников подавать. А вот минусы, пока нет управляющей компании, кто будет нас обслуживать. Вот самое главное, что людей беспокоит. А вот авария, если случится, куда потом бежать, где что искать, какие концы. И как эта компания будет реагировать на нас, как мы должны будем оплачивать, и это все, вот еще ничего не ясно. Этот вопрос предстоит решить. Над ним сейчас работают специалисты городской ассоциации КСК. Они регулярно встречаются с их председателями, беседуют с жильцами. Больше всего переходу на УСИ радуются те петропавловцы, чьи дома попали в водоворот, где много лет смешивались деньги, которые они платили исправно. Вот только жадность некоторых председателей мешала им использоваться по назначению. В УСИ может быть только один дом. Только один дом. Текущие все расходы, с которых как раз производится выплата ежемесячной заработной платы, выплата налогов, оплата всех текущих работ, они будут производиться с текущего счета. Накопительный счет, сберегательный, будет формироваться в течение нескольких лет, скажем так, 5-8 лет. Там накопятся серьезные суммы, на них будут банки накручивать проценты, чтобы перекрывать уровень инфляции. И в конце они выдадут кредиты нашим собственникам квартир, для того, чтобы они могли провести капитальный дорогостоящий ремонт собственного дома. Летом 2022 года все кооперативы собственников квартир в Казахстане уйдут в прошлое. На разъяснительную работу с жильцами их полную ликвидацию председателям КСК дали 2,5 года. Дарья Пашмынцева, Казбек Ирыкбаев, Новости МТРК. В рамках акции «Профилактика и контроль детей» ювенальные полицейские посетили Петропавловские подучетные семьи. Инспекторы вручили детям канцелярские принадлежности, а еще побеседовали с их родителями. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Никита, а если чужой человек тебе подойдет и позовет с собой, ты пойдешь? Да? А зачем? Без бабы пойдешь? Да, побой! За один вечер сотрудники отделения ювенальной полиции посетили сразу три семьи, проживающие в разных районах города. Все они состоят на учете у стражей порядка. Вместе с ними в их вечернем объезде приняли участие представители отдела опеки, попечительства, а также волонтеры. Цель визита в подучетные семьи, профилактика преступлений, правонарушений как со стороны родителей, так и их детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних всегда на связи. С 5 августа в регионе проходит областная акция «Профилактика и контроль детей». В честь нее двум семьям, где мама в одиночку воспитывает несовершеннолетних детей, полицейские принесли альбомы, раскраски, карандаши и продуктовые наборы. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, к родителям. Пожалуйста, будьте внимательны к местонахождению ваших детей. Обращайте внимание, с кем ваши дети общаются. Разговаривайте с ним, задавайте им вопросы на тему, как они будут вести себя на улице с малознакомыми людьми. Объясняйте, что нельзя одним заходить в подъезд, нельзя садиться в машину к чужим людям, даже если им нужна помощь. Если вдруг случилась беда, чтобы они не стеснялись и кричали, звали на помощь. С начала акции полицейской области проверили свыше 2000 подучетных лиц. 228 условно досрочно освобожденных, 431 ранее судимого, 378 неблагополучных семей. Страж и порядка выявили 24 нарушения со стороны лиц, состоящих на учете. Привлечены к ответственности 15 законных представителей. Все за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Акция «Профилактика и контроль детей» продлится до 13 августа. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Можно ли измерить счастье, почувствовать его, потрогать? Аналитики решили выяснить это. Провели опрос в разных странах и выяснили, что в рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан занял 45 место из 149. При этом за год республика улучшила позицию на пять строчек. В 2020 мы находились на 50 месте. По уровню счастья Казахстан обогнал Россию, Белоруссию и Кыргызстан. Оказалось, что казахстанцы менее счастливы по сравнению со своими соседями, жителями Узбекистана. Самыми счастливыми оказались Финляндия, Дания и Швейцария. На последнем месте в списке расположился Афганистан. Рейтинг составлялся по таким критериям, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, безопасность, наличие гражданской свободы, стабильность, уровень коррупции и многим другим. Между тем, Бюро национальной статистики Республики Казахстан еще в марте предоставило данные по уровню счастья граждан Казахстана, согласно которым лишь 67,2% респондентов полностью удовлетворены счастьем в жизни, 31,2% частично удовлетворены, 0,5% не удовлетворены и 1,1% затруднились ответить. Жители сельской местности более удовлетворены счастьем в жизни, чем горожане. В гендерном разрезе мужчин и счастливее женщин. Самостоятельно занятое население счастливее занятых по найму и безработных. Выяснилась еще одна любопытная тенденция. Чем взрослее гражданин Казахстана, тем менее он счастлив. Что же об этом думают североказахстанцы? Что для них счастье? Спросила мнение земляков наш корреспондент Диана Салихова. Чтобы дома было все хорошо, чтобы домашнего яиц было, чтобы дети были счастливы, чтобы бегали возле нас, не болели. Здоровье, когда у них здоровье есть, дети не болеют, это вот счастье для нас. Я, да, счастлива. Двое замечательных детей, муж любимый, дети пока редко болеют. Самое главное это, естественно, здоровье, внутренний покой и гармония, мне кажется. В первую очередь с самим собой, потом с окружающим миром. Ну, если там процентом, то может на 70. Счастье – это когда родные, близкие, живы, здоровы и рядом находятся. Ну, для счастья всегда чего-то не хватает, поэтому процентов на 70. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает Сороказахстанцам об обязательном ношении масок. Берегите себя, смотрите наши новости, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»